СТРАВСТУЕТЕ ДРУЗЬЯ Здравствуйте, друзья! Доброго, 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 доброго вам Времени, суток Всем привет, 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 привет Всем привет Сегодня будет видео Такая небольшая болталочка Которой я хочу немного поделиться с вами Интересной темой Возможно, вам будет, конечно, и не очень интересно Но надеюсь, что все же будет хотя бы немножечко интересно Дело в том, что вы давненько просили у меня Сделайте какой-то близкий, 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 близкий шепот И с тех пор, как у меня появился вот такой чудесный микрофончик Zoom H6 Я могу спокойно делать близкий шепот с ним И хочу вам сегодня рассказать историю Но точнее даже не историю Хочу вас немножечко окунуть в мир свадебной фотографии Вы, наверняка, многие из вас знают, что я занимаюсь фотографией Я фотограф И фотография, как вы знаете, также делится на несколько подкатегорий Есть фотографии, например, когда снимают какую-то еду, фотографируют То есть это фуд-фотография, так называемая То есть когда для рекламы еды какой-то делают Именно красивые фотографии этой еды Там есть, конечно же, своя специфика И иногда, например, вместо майонеза гамбургер поливают каким-то крем ПВА Потому что майонез очень некрасиво выглядит на фотографии И некрасиво тянется, например, где-то вот там на видео Либо на фото И таких приколов много относительно фотофотографии Но сейчас не об этом Когда я начинал снимать, я начинал с фэшн съемки Дело в том, что когда-то, когда только-только-только-только Начинал, становился фотографом Я прошел, естественно, курсы по фотографии И я еще не знал, в какую я область фотографии, так сказать, попаду Потому что мне было все тогда интересно У меня было тогда все в новинку Все в необычном, как бы в необычном ключе И сначала я хотел снимать какую-то рекламную тему То есть, например, я начинал работать со съемок одежды И в конце концов, мне это не очень понравилось Потому что когда ты фотографируешь одежду на какие-то каталоги Например, на людях, понятное дело, на моделях То там есть своя специфика Как правило, это очень большой объем работы И, как правило, это очень короткие сроки, в которые ты должен отдать эти фотографии Вот И, ну, я не знаю почему Но, в общем, мне не совсем понравилось Потому что это было достаточно утомительно для меня тогда И, в общем-то, я следующим для себя Начал пробовать предметную съемку Ну, как, понятное дело, что я снимал все, что тогда, что под руку попадется Потому что, потому что, когда ты начинающий фотограф Тебе нужны какие-то заказы А заказы брать особо неоткуда И получается так, что ты хватаешься за все вообще абсолютно Например, сейчас, если мне будут предлагать снимать какую-то ювелирку То я не возьмусь просто за это Я просто дам людям контакт человека Который сделает это лучше меня и быстрее Потому что у человека есть специализированное оборудование У человека есть уже какой-то опыт и так далее в этом плане Тогда же я хватался за все И я помню, как меня познакомили тогда с одной клиенткой, которая занималась серебром Они изготовляли серебро Ну, понятно, что не они сами То есть, они были хозяева такого небольшого и вилерного, так называемого, заводика И мы делали разные серебряные украшения И они их продавали в разных супермаркетах У них были небольшие такие магазинчики И цель моя была... Они хотели сделать каталог Моей же целью было отснять все модели, которые у них были Вот этих разных украшений И это было просто какое-то сумасшедшее время для меня, если честно Потому что у них было их очень-очень много разных моделей И они не могли мне их оставить надолго Потому что им нужно было их продавать То есть, суть работы заключалась в том, что они мне давали по 150, по 200 украшений разных Там, колечки, сережки разных и так далее И я должен был их за день, где-то или за два снять и отдать Вот, и это было очень сложно для меня тогда Потому что я тогда себе собрал так называемый light box, light cube Из говной палок На самом деле из-за дощечек и материала ткани белой плотной Что-то light cube Это такая коробочка, грубо говоря, беленькая Через которую просвечивает свет с внешних источников каких-то И получается как бы объект такой Ты кладёшь объект в эту коробку И он получается как на белом фоне Но фотографы меня поймут Ещё этот называется безденевым кубом Так вот, я себе собрал огромный безденевой куб Сделал сам И в принципе всё настроил Купил штатив Купил макрообъектив специальный И с энтузиазмом принялся фотографировать это всё серебро Как я был наивен тогда Дело в том, что серебро Особенно когда с ним работают Ну как люди, которые делают изделия очень-очень большими тиражами При макросъёмке там вылазит очень-очень много косяков То есть какие-то недоделки Какие-то тёмные области там на металле Какие-то заусеницы и так далее По сути мне нужно было фотографировать каждую колечко Каждую серёжку и колечко по 2-3 раза В разных ракурсах И потом это всё вырезать из фона А также делать какую-то обработку То есть на одно кольцо получалось 3 фотографии Соответственно мне нужно было Ну 2-3 Соответственно мне нужно было где-то Из 200 экземпляров серёжек и колец У меня получалось от 400 до 600 фотографий Которые я должен был вырезать И которые я должен был обработать И так далее Это были те времена, которые я вспоминаю Просто с каким-то содроганием и ужасом Потому что я тогда фактически не спал ночью Сидел, занимался этой обработкой Вырезал эти все изделия И в общем-то В конце концов По сути Это был период в моей жизни Когда мне жутко просто не нравилось то, что я делаю Но выбора у меня особо не было Потому что где-то нужно было брать деньги И в принципе это была хоть какая-то работа Тем не менее Тем не менее Потом после этой работы Я переключился на свадьбы И вот свадьбы Это именно моё То есть мне именно понравилось работать с людьми Я не говорю, что я снимаю просто чисто свадьбы Но вот я работаю И с детками То есть я делаю семейные какие-то съёмки И ну разные абсолютно в принципе Единственное, чем я не занимаюсь Это ювелиркой и предметной съёмкой Обычно я не занимаюсь этим Либо же если я вижу, что мне под силу это сделать То я ставлю такой ценник Ну разов три больше, например И чем за это берут другие люди Потому что эту работу я делать не люблю И например у меня могут быть разные альтернативы То есть я могу, например, другую работу сделать И меньше запариться, чем эту Поэтому я сразу назначаю ценник Который меня бы устроил За который я эту работу делал бы Ну а если человек, например, отказывается То в принципе это нормально для меня Потому что я тогда буду делать другую работу Которая мне больше нравится И не буду так страдать Вот Поэтому я начал снимать свадьбы И на тот момент Естественно я не знал, как это делается Вот потому что Тогда мы вот только недавно поженились с моей женой И я вспомнил, что нас снимал в принципе неплохой дядька Видеооператор И я позвонил ему и сказал Привет Я решил стать фотографом Он сказал Вот блин Привет Я говорю Давай возьми меня куда-нибудь К себе Я побегаю за тобой И бесплатно поснимаю пару свадеб Чтобы просто посмотреть Что это будет И как это будет И он взял меня как бы на несколько свадеб Я даже наверное несколько месяцев с ним работал В принципе даже Даже за денежку за какую-то Потому что первую свадьбу бесплатно Я отснял свадьбу моих однокрупников Вот Были те еще фотки Когда я в принципе Тогда очень старался На самом деле Мне казалось, что фотки классные получаются Но если я на них смотрю сейчас Например Посмотрю на эти фотки То конечно я понимаю Что это просто ужас Но опять же На каждый какой-то уровень есть своя цена И на каждый какой-то уровень есть Ну свой взгляд Я не знаю То есть кому-то подходят обычные фотографии Кому-то нужно что-то с изюминкой И так далее Кто-то летает на мою девушку Чтобы свадьбу оценить Почему бы и нет У каждого свои запросы Вот Так вот На тот момент В принципе Я выложил супрем на все Сто процентов Я помню Как я купил Специально для этой съемки Себе объектив Еще один За какие-то последние деньги В общем-то Свадьбу снимал бесплатно Но мне все равно Подарили бутылку коньяка За это все дело И мне было очень приятно Вот И потом уже у меня Пошло и поехало То есть я Где-то за год Уже неплохо Набил себе Портфолио И в принципе Через год Я уже сменил Своё оборудование На более Лучшее Уже смог позволить себе Несколько хороших объективов Купил себе вспышку И так далее Потому что первое время Я снимал На непрофессиональную Какую-то технику И в принципе Бывали даже случаи Когда у меня Поломалась Вспышка Вспышка поломалась Да Выносная И я понимаю Что у меня Запасной Нет Конечно же У меня не было Тогда запасного Фотоаппарата Я Снимал Недорого Поэтому я Набил себе Много клиентов Из простых Людей Тогда И знаете Есть такое понятие Как Сарафанное Радио Так вот Некоторые люди До сих пор Звонят И говорят Что помните Вы там Пять лет назад Или шесть Снимали нашу свадьбу А мы хотим Вас посоветовать Своим родственникам Вы стоите Три копейки Я говорю Нет Я уже немножко Подороже Стою Скидываю Цены Если в принципе Устраивает То Они с удовольствием Заказывают Меня Потому что Всегда Лучше заказать Кого-то Кого-то Уже видел В работе И через Вдать Тебя устроил Чем какого-то Человека с улицы Который может Просто Кинуть тебя И не прийти На съемку И так далее На самом деле Было много Разных Интересных Ситуаций И когда Когда я Встречался С молодоженами Например Мы общались Обсуждали Какие-то Какие-то Моменты Вот И они так Смотрели мне В глаза И говорили А вы случайно Не мошенник Например Вы не убежите С нашими деньгами В том плане Что Мы вообще Заставим Там какой-то Аванс Например И все А вы там Улетите С ним Куда-нибудь На Майдиву Я говорю Да, ребята У вас такой Аванс Что Действительно С ним Только на Майдиву Улетать Но На самом деле Существуют Всякие договора И так далее И в принципе Было даже Пару раз Когда я писал Расписку О том Что я взял Какие-то Деньги И что Я у них Познимать Свадьбу Потому что Мы даже Приходили С мамами А мамы Знаете ли Такие Очень-очень Бывают Строгие Все Лирика На самом деле Мне очень нравится Работать Свадебным Фотографом Потому что Во-первых Свадьба Это Праздник Да Свадьба Это праздник Свадьба Это всегда Весело На свадьбе Всегда Много Людей Вот И все Люди Разные И Если Правильно Тогда Сдирижировать То есть Фотограф Он по сути Должен быть Еще Какой-то Если Он хороший Фотограф Свадьб То есть Он должен Уметь Работать С людьми То есть Он должен Уметь Например Как-то Подбодрить Невесту Которая Расстроилась Из-за того Что Например Кусочек Платья Оторвалось Из-за того Что Жених И наступил На него Он должен Помочь Молодоженов Почувствовать Себя Молодожен Почувствовать Себя В своей Тарелки Потому что Если Вдруг Те люди Которых Ты Фотографируешь Они будут Как-то Не очень Хорошо Настроены По отношению К тебе Если Они будут Чувствовать Какую-то Скломканность Если Они будут Чувствовать Какую-то Я не знаю Там Если Я не буду Стесняться И так Далее То Это Все Будет На фотографиях Потом То есть Настраивая Людей На Позитивный Какой-то Лад Ты Получаешь По итогу Хорошей Фотографии Вот Это Вот Вам Дорогие Фотографы Если Кто-то Начинает На заметку Хотя Есть И Такие Фотографы Которые Приходят На свадебную Съемку С серьезным Учим Лицом И Может быть Они даже Супер Классные Фотографии Делают Но На самом Деле Это Уже Не важно Потому что На следующую Свадьбу Вряд ли Пригласят Другие Гости Потому что Человек Снимал Что-то С таким Лицом С каменным Каким-то Будь он Хоть Трижды Супер Профессионал И Крутые Фотографии Там Были У него Будет Меньше Вероятности Что Его Позовут Опять Я Не говорю Что Он Как Клон Плясать И так Далее Но Тем Не 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 Ты Должен Знаете Как Двигаться В потоке В каком Когда Ты едешь На Автомобиле Например Есть Такая Час А поток Движется Скоростью 70 Если Ты Будешь Вбиваться Из Потока То Тебе Все Сигнал Даже Если Ты Едешь 50 И Все По Правилам Поэтому Фотограф Ты Должен Как В потоке Свадьбы К С Потому Что Я Знаю Очень Много Серьезных Фотографов Которые Снимают Fashion И Студийные Съемки Это Другая Тема Ты Можешь Настраивать Свет Потом Отсняться За 10 Минут Например И В принципе У них Своя Специфика Например То есть Они Не обязаны Как-то Перед Клиентом Шутить Чего-то Там Такого Делать Чтоб Клиенту Понравиться Потому Что Они Фактически Платят Моделям Которых Снимают А С клиентом Они Общаются Которые У них Заказывают Например Съемку Либо Чисто Деловые Какие-то Наши Отношения Свадьба Это Такая Тема Когда Это Все Время Форс Мажор Но Это Мне Нравится Потому Что Ты Должен Всегда Соответствовать Как Быть Всегда На Чеку У меня Были Ситуации Когда Мы Ехали На Студию Чтобы Пофотографироваться У нас Был час Времени А Потом ЗАГС После Студии И Мы Едем И Попадаем В аварию В нас Въезжает Машина Прям Возле Студии Недалеко И Фактически Пока Мы Там Разбирались С водителем Другого Автомобиля В который В нас Въехал То есть За рулем Был водитель Понятное Дело И Пока Мы Разбирались С Этим Другим Водителем Прошло Уже Реально 30-40 Минут И Мы Пришли На Студию Когда Фактически У нас Оставалось 10 минут Студийного Времени Молодой Жен Очень Расстроились Но Быстро Сориентировавшись Мы Сделали Много Хороших Фотографий На Сам Деле В Принципе Все Было Классно В тот День Кроме Этого Момента Но Опять Ж Всякое Бывает Это Видит Жизнь Правильно Не Может Быть Чего Чтобы Все Было Идеально И Это Нормально Абсолютно Например Меня Когда Забыли В Другом Городе Тоже Была Веселая Когда Молодожены Мы Снимались В Другом Городе Потому Что Невеста Жила В Другом Городе И Я Приехал Туда С Женихом Соответственно И Меня Возил Друг Жениха На Машине На Отдельной И Мы Что-то Встретились С Невестой Пофотографировались Немного И Мы Должны Были Ехать Обратно В Свой Город Чтобы Там Снимать Прогулку Получается Что Молодожены Садятся В Автомобиль Уезжают Мы Должны Ехать За Ними С Другом Жениха И Мы Садимся В Автомобиль Он Начинает Заводить Машину Вода Не Заводится Просто Я Говорю Давай Позвони Молодоженам Пусть Они Вернутся Меня Заберут Он Говорит Да Нет Сейчас Подожди Сейчас Заведемся Я Знаю Все Сейчас Подожди Пять Минут Заведемся Открывает Капот Начинает Что-то Ковыряться Короче И Мы Реально Завелись Только Через Полчаса И то Из-за Того Что Там Какой-то Чувак Нас То-ли Прикурил То-ли Что-то Короче Который Рядом Проехал Поэтому Бывали Разные Всякие Ситуации На самом Деле Но Это В принципе Интересно Это Есть Что Рассказать Когда Такие Ситуации Бывают Как-то Раз Я Ехал Домой После Свадьбы Под Свадебной Аркой В Козеле Потому Что Была Такая Ситуация Когда Было Лето И Мы Снимали Свадьбу За Городом Ну Соответственно У них Банкет Был Тоже За Городом У Нас Есть Рядышком Такой Хороший Ресторан Который На Берегу Пруда Где-то От Нашего Города Километров Двадцать Но Опять Все Равно В Двенадцать Ночи После Двенадцати Туда Особо Такси Не Ездят И Получается Что Мы Договаривались С Молодоженами Что Молодожены Вызывают Нам Такси Заранее И Вопрос Доставки Они Решают Вопрос Доставки Фотографов Харьков То есть Меня И По итогу Получилось Что Они Начинают Вызывать Такси Уже Где-то Двенадцать Ночи Никто Не Хочет Ехать Не Знаю То ли Заказ То ли Все Заняты То ли Что-то Еще По итогу Они Говорят Слушай Ну Оставайся Тогда С нами Тут В три Часа Ночи Со Нами Приедет Автобус И Мы Тебя Тогда Довезем А Я Не Очень Хочу Еще Три Часа Тусоваться Потому Что Завтра Мне На Следующую Свадьбу Идти Рано Вставать В 7 Часа Утро Опять И тут Я Смотрю Что У них Была Арка Такая Свадебная И Эту Арку Забирает Водитель В газель Грузит Я Подбегаю К нему Говорю Чувак Ты Едешь В город Он Говорит Да Возьми Меня С собой Я С радостью Но Я Не Могу У меня Все Место Занимает Вот Эта Арка Я Просто Она Не Влазит И Поэтому Она Залазит И На Передние Сидения Везде Я Говорю Братан Я Поеду В принципе Дети Скажут Под Ней Поеду Без Проблем Он Такой Ну Ладно Не Вопрос Я Где-то В таком Полулежа Состоянии Под Эта Свадебная Арка Ее Немножечко Приобняв Мы Добрались До Города Смеялись Конечно Еще По дороге Ехали Шутили Я говорю Если вдруг Нас остановит Полиция Скажешь Что-нибудь Придумаем Короче Типа Интересное Вот думали Что мы будем говорить Если нас полиция Становит Вот Скажешь Что я монтажник Например И что меня Привал Эта Арка И так далее В общем Было много Разных Историй И за Вот Это Я Люблю Свою Работу Потому Что Она Не Скучна Честное Слово На Каждой Какой-то Свадьбе Ты Знакомишься С кучей Разных Людей И Ты Уже Со временем Начинаешь Понимать Какую-то Психологию Костей Например У тебя Появляются Какие-то Дежурные Шутки Прибаутки Свадебные Там И так Дали То есть Ты Чувствуешь Себя Как рыба В воде И Это Очень круто На самом Деле Потому Что Первые Свадьбы Конечно Мне было Страшно До ужаса Их Идеи Мне надо Было Как-то Людьми Командовать В плане Того Что Там Давайте Станем Сюда Давайте Сфоткаемся Давайте Вас Сфоткаем Давайте Хоп 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 И Получалось Так Что Я На самом Деле Очень Скромный Человек По Жизни И На Самом Деле Было Очень Сложно Первые Какие-то Свадьбы Как-то Руководить Людьми Указывать Кому-то Куда Идти Но Тогда Конечно Ощущался Какой-то Некий Немножечко Дискомфорт В плане Того Что А вдруг Я что-то Забуду Вдруг Я где-то Не так Что-то Сделаю И так Далее И это Было Конечно Страшно Но Знаете Как Говорят Голоса Боятся А руки Делают Поэтому Переселив Страх В принципе Все Сложилось Круто Вот И Мне Очень До сих Пор Нравится Снимать Свадьбы Я Не Перегорел В этом Плане То есть Понятно Что Понятно Что У меня Нет Какого-то Там Уже Щенячьего Восторга На Паковку Каких-то Объективов Новых И так Дали Потому Что Я Уже За Всю Свою Работу Практически Всю Линейку Объективов Уже Пробовал То есть Разные Объективы У меня Были Дорогие Дешевенькие И так Дали Были Объективы И за 2000 Долларов То есть Опять же Как-то Этим Всем Переболел Сейчас И Если Кто Хочет Совет То Многие Меня Спрашивают Например Фотографы Или те Кто хочет Стать Фотографами Что Надо Сделать Чтобы Научиться Фотографировать Красиво Например Что Надо Сделать Чтобы Начало Все Это Дело Получаться И так Далее Нужно Прежде Всего Практиковаться Конечно Скажите Вы Открыл Америку Да Но Это Правда То есть Чем Больше Практики Тем Больше У вас Все Будет Получаться Тем Лучше Вы Будете Чувствовать В плане Каких-то Новых Идей И так Далее То есть Человек Не сможет Красиво Сфотографировать Если он Не знает Где у него Там Диафрагма Где Выдержка И так Далее Путает Что-то Постоянно Поэтому Если Вы Будете Закрытыми Глазами Там Все Успевать Регулировать На Фотике Я Снимаю Например Только В ручном Режиме И Мне Комфортно На самом Деле Потому Что Я Полностью Контролирую Все Параметры Съемки Поэтому Как Поставить Свет Например Как Поставить Повернуть Молодоженов Чтобы Было Красиво Там Ракурс Там И так Далее Поэтому В принципе Больше 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 Практики И Смотрите Обязательно Другие Какие-то Работы Других Фотографов И пытайтесь Их Повторить Вот Это Опять же Совет Тем Кто Хочет Научиться Снимать А Пытайтесь Их Повторить Хотя Бо Как-то В своем Ключе Может Быть Первое Время У вас Будет Получаться Что-то Типа Плагиата Но Это Нормально Абсолютно Со Времени У вас Выработается Какой-то Свой Стиль Вкус И Далее Надеюсь Вам Было Интересно Друзья Такой Вышел Небольшой Расговор Если Вам Понравилось Можете Поставить Лайк И Подписаться Потому Что Мне Это Будет Приятно В любом Случай Спасибо За Просмотр До Свидания И Удачи Вам В любых Ваших Начинаниях Спасибо Тебе За Просмотр Надеюсь Видео Тебе Понравилось Если Это Так То Ставь Лайк И Подписывайся На Канал А Также Бей В Колокол Если У Тебя Есть Вопрос Или Предложение С удовольствием На них Отвечу В Комментариях Если Хочешь Поддержать Канал То Ссылочка На Продолжение следует Продолжение следует